Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем, постим большое количество аналитического контента вам в помощь. Сегодня, поскольку понедельник в 16.00 по московскому времени, состоится вебинар «Правильный понедельник», причем тему этого вебинара я предлагаю определить вам. В нашем телеграмм канале мы проведем опрос, предложим несколько тем на выборы и та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет центральной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, друзья, все меньше времени остается до конца этого года, но учитывая то, что весь 2022 год мы работаем с новостным фоном, который, в принципе, не должен был бы сложиться в нормальных условиях, очень много неожиданностей, я думаю то, что и конец этого года может тоже преподнести какой-то сюрприз в плане власти нести движения на финансовых рынках. Можно уложить все это в плоскости ожидаемого рождественского новогоднего ралли, почему бы и нет. Честно говоря, обращая внимание на динамику отдельных активов прошлой недели, например, тот же самый американский фондовый рынок, можно уже прийти к выводу, что это ралли началось. И при сохранении тенденции, опять же, нисходящей, кто знает, может быть, индекс S&P легко может преодолеть поддержку 3800 пунктов. Я, в принципе, скойно полагать то, что риск будет еще оставаться под давлением. Мы продолжаем следить за курсом американского доллара. Индекс доллара стабилен, в последние дни держится выше 104 пунктов. 104.24 в моменте. Причем, если говорить о фундаментальном фоне, который тянется с прошлой недели, это, конечно же, наследие заседания американского регулятора. Очень много было уже про это сказано, но считаю важным и уместным повторить, потому что на идее того, что должно происходить с долларом и что может с ним случиться в ближайшее время, завязано очень многое в плане анализа на финансовых рынках. ФРС, повторюсь, повысил процентную ставку на 50 байсных пунктов до 4,5%. Но, что самое главное, не сделал ни одного намека на возможность дальнейшего снижения темпов ужесточения монетарной политики. В соправительном заявлении было сказано то, что повышение ставки продолжится, потому что это самый главный и, пожалуй, единственный инструмент, который сейчас есть в арсенале Федрезерва, чтобы влиять, поддерживать стабильность на финансовых рынках и ограничивать инфляцию. Причем, на вопросы Павла о том, считает ли он, что снижение инфляции, которое было зафиксировано в последние месяцы, уже очевидный прогресс, Павл отметил, что не считает так. И для того, чтобы у американского регулятора сложилось более четкое и, скажем так, убедительная позиция в том, что снижение инфляции носит устойчивый характер, требуется больше доказательства, которых на текущем этапе нет. Ну, что это могут быть за доказательства, я, честно говоря, не знаю, но, возможно, американский регулятор будет ориентироваться на снижение инфляции на протяжении более долгого периода времени, нежели чем два месяца. По крайней мере, это было бы логично. Если мы оценим сейчас перспективы изменения ключевой процентной ставки, исходя из инструмента FedWatch и оценки точной диаграммы, то можем легко увидеть, что ожидания рынка относительно того, как будет меняться процентная ставка, изменились в сторону более высокой процентной ставки. И сейчас ожидается, что предельный уровень роста ключевой процентной ставки будет примерно в районе 5,1-5,25%. Это значит то, что на ближайших заседаниях американский регулятор должен поднять ставку еще на 75 базисных пунктов. Как это может происходить? Февраль-март, два следующих заседания, и вполне возможно, что на одном из них, если инфляция снова будет расти, например, в декабре, в январе или в феврале, американский регулятор может решиться на повышение ставки на 75 базисных пунктов. Самое главное, что Паул также дал нам понять, что нам не стоит ориентироваться на темпы изменения ключевой процентной ставки, нужно смотреть на уровень предельный, когда монетарная политика может завершить очередной цикл ее ужесточения. И, судя по всему, Федрезерв на текущем этапе не просто так готовил нас к тому, что условия на рынке будут становиться все более и более жесткими. Я считаю, что с такой позиции нужно считаться, и пока не стоит торопиться с продажами курса американского доллара. Я об этом ранее говорил, но динамика доллара доказывает нам, что в ближайшие месяцы он все-таки может выйти на новые локальные максимумы. Десятилетние облигации, десятилетняя трежерис, на которой мы ориентируемся, сейчас выше 3,5%. Возможно, рост доходности трежерис отражает растущие опасения относительно рецессии американской экономики. После выхода данных по ручным продажам и промышленному производству, я думаю, что вероятность рецессии в США действительно выросла. Среди представителей американского регулятора с пятницы было два выступления Мэри Дели и Джона Вильямса, которые подтвердили, что рынку не стоит недооценивать дальнейшие темпы ужесточения политики в США. Это, опять же, то, что я только что отметил со ссылкой на комментарии Павла. Поэтому в качестве ближайшего целевого ориентира я допускаю, что до конца этого года индекс доллара может снова вернуться выше 105 пунктов. И, возможно, это произойдет даже в ближайшие дни. Что касается других финансовых активов. Золото – 1791 доллара за тройскую унцию. Принимая решение о торговле этим инструментом, мы в последней неделе полностью опирались на ситуацию с индексом рыночных настроений. То есть, если мы вспомним, опять же, всю прошлую неделю, когда рассматривали возможность шарта золота, действительно, делая акцент на то, что толпа этот актив опокупала, и мы действовали против толпы. Сейчас ситуация изменилась буквально с конца пятницы. В большинстве основа сидит в продажах, в меньшинстве в покупках. Я считаю, что это сигнал для нас, друзья, также попробовать краткосрочно использовать уже золото как сделку, чтобы заработать через лонговые сделки. Повторю, что при отработке индекса рыночных настроений, то есть, если этот индикатор действительно сейчас укажет на хорошую возможность, золото может восстановиться в район 1800-1810, причем в самые ближайшие часы. Рынок криптовалют, биткоин, ниже 17 тысяч, как мы ожидали, снижение возгновилось, и я думаю, что это только лишь начало. Дальше будет хуже. Чем больше будет подробностей именно относительно взаимоотношения биржи FTX с другими участниками криптовалютного сообщества и именно их взаимодействия в плане ликвидности и распределения средств, тем больше негативов всплывет на финансовых рынках. Также против роста криптовалютных активов жесткая политика американского регулятора, который создает условия для укрепления курса, прежде всего, доллара. Я думаю, что биткоин будет в числе пострадавших в ближайшее время и допускает, что этот год и начало следующего развития нисходящего тренда продолжатся. Собственно, биткоин также копирует динамику американского фондового рынка. Фонда под давлением СНП, как я уже отметил, 3880 пунктов. Думаю, что это распродажа последних дней, опять же, конца прошлой недели. Это начало вот этого рождественского ралли, которое будет предполагать еще большие потери для всего корпоративного сектора США. Рынок нефти 79,70. Поскольку мы ниже 80, я рекомендовал смотреть на этот уровень, когда длинные позиции стоит закрыть. Ранее мы обсуждали с вами новостной фон, санкции, потолок цен, позиции ОПЕК, прогноз Международного антического агентства по росту спроса на нефть. Это очевидный позитивный фон для рынка нефти. Но, видимо, сейчас трейдеры вновь фокусируются не на вот этих факторах, очевидно, поддерживающих для рынка нефти в долгосрочной перспективе, а именно на перспективах слабости всего сырьевого сектора из-за жесткой монетарной политики американского регулятора. И не только на прошлой неделе ставку повысили Банк Англии, Европейский центральный банк, Национальный банк Швейцарии. И потенциальное укрепление курса доллара – это, конечно же, негативный фактор для рынка нефти. И ковидная тема в Китае, где количество заболевших продолжает расти, я думаю, что нет смысла говорить уже о цифрах, о конкретных кейсах, потому что это неуместно. Кому интересно, можете посмотреть за статистикой, она, к сожалению, очень печальна. И это портит рыночное настроение. Я думаю, что до конца этого года рынок нефти можно оставить себе в покое. Но если, конечно же, какие-нибудь возможности будут в ближайшие дни, я о них вам расскажу, но не сейчас. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!